Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Прежде всего, хочу еще раз выразить глубокое искреннее соболезнование всем родственникам, друзьям и сослуживцам погибших. Наша сейчас главная задача максимально показать, оказать помощь им, поддержать их в эту трудную минуту и вместе с тем провести комплексное расследование. Я выступаю за то, чтобы была создана межпарламентская комиссия, которая обстоятельно изучила бы и расследовала все, что связано с деятельностью нашей авиации. У нас каждую неделю то самолет грохнется, то вертолет упадет, то крупная авария на дороге, безопасность на нижайшем уровне. И этому есть серьезные причины. Учитывая, что вся страна готовится не только к праздникам, но и к посланию президента, это очень знаковое и ответственное явление в жизни любой страны, тем более на фоне системного кризиса. Поэтому наша партия подготовила обстоятельный анализ всего происходящего и свои предложения, как в законодательном, так и политическом плане. Позвольте нашей команде представить свое видение происходящего и меры, которые можно было бы в этой связи принять. Основной вывод, который мы сделали недавно на пленуме, главная опасность – это системный кризис. Он продолжает, к сожалению, углубляться. И не случайно Путин, выступая на юбилейной сессии ООН, заявил, что страна попадает в клещи. Американцы подготовили в Атлантике и на Тихом океане два соглашения, одно из которых выдавливает нас из Европы, а второе из Азии. Это означает, что впереди могут быть очень большие проблемы. Мы пока не видим, какие есть предложения от правительства, чтобы избежать. Нас не придушили в этих клещах. Они действительно очень опасны. Торговый оборот у нас с Европой составляет примерно 450 миллиардов долларов, США всего 30. Если нас выдавляют из Европы, у нас бюджет нечем будет формировать. Поэтому нужна целая система мер. Эпицентр – это системный кризис на постсоветском пространстве. Обстановка на Украине остается трагической и печальной. И впереди надо ждать еще больших неприятностей. Поэтому надо интенсифицировать все меры воздействия на эту ситуацию. И прежде всего поддержать левоцентристские силы, которые являются пророссийскими. Я считаю, последние выборы на Украине показали, что такие силы есть. Они пользуются огромной поддержкой в Новороссии и в Центральной Украине. Поэтому наша задача максимально укрепить связи с этими патриотическими силами, дав надежду на то, что историческая дружба между нашими народами будет укрепляться. Основная причина происходящего – это либеральный капитализм, который разрушает и нашу экономику, и общественные связи. Но главная беда – отсутствие стратегии развития. Ее нет у нашего правительства. И новый бюджет свидетельствует о том, что ничего интересного, содержательного в ответ на эти кризисные явления правительство пока не предлагает. Без стратегии развития внимания к реальному сектору производства и к человеку нам не выбраться из этого кризиса. Но самый глубокий кризис – это в области кадровой политики. Мы подтверждаем свою точку зрения, что наш кризис, по сути, дело рукотворный. И без обновления состава правительства, без правительства народного доверия, трудно выбираться из этой ситуации. Если посмотреть на текущую обстановку, то, надо прямо сказать, жить нашим гражданам придется в очень жестких условиях. Средняя зарплата по стране и пенсии – 10-15 тысяч рублей. На эти деньги живет ровно полстраны. Учитывая, что руб подешевел вдвое, это полунищее существование. Доходы впервые в этом году сократились почти на 9% больше, чем в 1998 году. Цены на продовольствие выросли на 23%. Инфляция более чем на 12%. Поэтому делайте выводы. Но, к сожалению, продолжаем платить дань олигархии. И своей, и иностранной. И в этом году сырья, народного сырья, продадут примерно на 20 триллионов рублей. И лишь 7,5 попадает в бюджет. Все остальное рассовывают по карманы богачи. Что касается резервов, их было 600 миллиардов. 250 миллиардов уже расходовали. Но стало во многих отраслях не лучше, а хуже. Отток капитала не сокращается. В прошлом году 150 миллиардов. И в этом году, по оценке Улюкаева, 93. Фактически будет 110-120. Суммируйте. За два года убежал из страны ровно бюджет. Народный бюджет около 15 триллионов. Счетная палата проверила госкорпорации. 607 миллиардов нецелевого использования. Лишь 13 направили на инвестиции. Что это означает? Означает, если бы нормально расходовали, то не было смысла вести разговоры о повышении пенсионного возраста. Дыра в пенсионном фонде примерно тоже 600 миллиардов. И отказ от поддержки стабильности, стабильного курса нашего рубля. Он вообще подрывает нашу финансовую систему. Я напоминаю, в том числе и Центробанку. 60-90% нашего рынка финансового оккупировали иностранцев. Примерно та картина, что и в торговых сетях. Но доля нашего финансового рынка 0,6% от мирового рынка. При таких условиях конкурировать практически невозможно. И еще один вывод, глядя на реальную картину нынешнего дня, можно сделать, что нас загоняет эта либеральная команда в лихие 90-е. Нужны срочные и вполне конкретные меры. В этой связи мы предлагаем левоцентрический курс. И считаю, что чтения, которые были посвящены день рождения комсомола, день рождения Евгения Максимовича Примакова, посвящены ему, это подтвердили. Практически все выступающие охарактеризовали курс Примакова, Маслюкова и Герасченко после дефолта как наиболее эффективный, прагматичный, который позволил страну оттащить от края пропасть. На основе этого курса мы готовили целый ряд своих предложений. Мои коллеги сейчас представят эти предложения. Но первые шаги – это программа развития должна быть. Ее в стране реально нет. Латают тришкин кафтан и не решают главные проблемы. Еще раз подчеркиваю, без правительственно-национальных интересов народного доверия ситуация не справится. Нынешний кризис, в том числе авиационный, промышленность свидетельствует о том, что они не в состоянии отвечать на вызовы времени. Национализация олигархической собственности давно просится. И нам представляет, что проведение народного референдума на сей счет могло бы существенно поправить ситуацию. Нужно подлинно социальное государство. Обратите внимание, на сегодня сложилась дикая пропорция 10% самых богатых владеют 87% всего национального богатства. Кстати, в богатейшей стране мира Америки 10% владеют 76%, на 11% меньше. Народные предприятия и народный контроль дают ответ на многие из этих вопросов. Но без баланса властей и честных выборов, информационной открытости с этой обстановкой тоже невозможно справиться. Мы предлагаем лозунг следующего года должен быть развивать, а не воровать, строить, а не растаскивать. В этой связи предлагаем качественную иную финансово-налоговую политику, развитие народных предприятий, убрать из образования ЕГЭ занят всерьез наукой. Как показывает анализ предстоящего бюджета, там вообще науку и здравоохранение в Корнале. Что касается ЖКХ, мы давно заявляли 10% семейного бюджета и не более. Как касается капремонта, здесь совершенно очевидно, государство должно ремонтировать и сдавать затем жилье гражданам. Здесь должна быть честная пропорция. 85% государства и 15% граждане. Этот проект к нам и внесен. И цены, закон о торговле, который внесли, регулирует этот процесс. Мы считаем одним из первых решений бюджета, должна быть поддержка детей, 140 миллиардов им можно найти. Если 2 триллиона нашли банкиров, почему никак не найдут 140 миллиардов детям войны. Ну и уничтожение продовольствия, это вообще цинизм невиданный. Мы считаем, что политреформа тоже назрела. Они готовятся к 100-летию Великого Октября снова тащат на сцену Солженицына вместо того, чтобы искать вопросы национального примирения и согласия. Мне думалось, что 70-летие нашей победы даст толчок к развитию патриотических движений. Но последние инициативы и партии власти и либеральных руководствуют о прямом противоположном. Мы считаем, что эта дорога никуда. Поэтому предлагаем еще ряд совершенно конкретных решений. Ноябрь – это месяц, когда впереди президентское послание. Эксперты вспоминают, что было сказано в предыдущих посланиях, чтобы иметь возможность сопоставить и проанализировать. Ноябрь – это также месяц, когда в Государственной Думе рассматривается проект бюджета на очередной финансовый год. И это месяц крупных дат. Для нас это святая дата – день Великой Октябрьской социалистической революции. Но это и месяц, когда 4 ноября власть празднует новоучрежденную дату, день народного единства. Нужно сказать прямо, тот представленный проект бюджета из правительства Государственной Думы, который уже поступил и который уже обсуждается, он никоим образом народному единству способствовать не будет. Почему? Да потому что он фиксирует и усугубляет ту абсолютно либеральную антинародную политику, которая проводится. Бедных эта политика сделает еще беднее, богатых еще богаче. И поэтому мы имеем дело с углублением социального раскола. А при таком колоссальном социальном расколе, о котором и Геннадий Андреевич уже сказал, говорить о единстве крайне сложно. Несколько цифр по этому поводу. В проекте бюджета на 2016 год налогооблагаемая прибыль вырастет на 4,5%, а поступление в бюджет при этом от того же налога, от налога на прибыль, уменьшится на 11,5%. И это означает, что прибыль еще больше будет оседать в карманах крупного бизнеса, не пополняя бюджет и не способствуя в связи с этим решению социальных, например, проблем. Анализируя официальные данные, эксперты отмечают, что прибыль прибыльных организаций в 2016 году должна вырасти на 6,5%, в деньгах это почти триллион рублей. При этом фонд оплаты труда уменьшится на 2,5% или на более чем полтриллиона рублей. Вывод тот же самый. В связи с предыдущими цифрами хозяева расширят свои финансовые возможности, работники же будут подвергаться еще более жестокой эксплуатации. Ну ладно, прибыль, ее ведь тоже можно по-разному использовать. Означает ли это, что прибыль пойдет на развитие производства и на создание новых рабочих мест? К сожалению, этот механизм не создан, он не функционирует. Пока что мы, наоборот, имеем дело с ростом безработицы. Она выросла за этот год на 15% и 6% от всего трудоспособного населения это безработные. Это те, которые получают пособие по безработице, по данным Росттруда. Ну а если мы данные Росстата возьмем, то всего в стране 4 миллиона безработных, как те, кто пособие получает, так и те, которые его не получают. При этом 19% это уровень безработицы среди молодежи. К чему в этой ситуации может привести то самое повышение пенсионного возраста, к которому страну так долго приучали, которая сейчас поэтапно начинает водиться. А к тому, что в связи с повышением пенсионного возраста трудоустроиться молодежи будет еще сложнее, потому что рабочие места будут тяжелее высвобождаться. Важнейший признак ухудшения текущей экономической ситуации это то, что уже более 1 триллиона рублей просроченных кредитов у населения. На 32% в годовом выражении рост этого показателя растет и доля микрокредитов. Микрокредиты самые невыгодные с точки зрения расчета по этим кредитам, но люди вынуждены их брать, потому что просто не могут дотянуть до зарплаты. Не знаю, надо ли напоминать такую банальную вещь, но и в 20-м, и в 21-м веке все страны, которые встали на путь модернизации, на путь ускоренного развития, использовали для этого активного образования, возможности образования, возможности науки. Бюджет, который нам предлагают принять в Госдуме, этот вопрос ставит с ног на голову. Расходы на образование предполагается снизить на 9 с лишним процентов, добавьте к этому инфляцию, получите еще большую цифру. На 24 миллиарда при этом снижается оплата труда в образовании, это при том, что в Новосибирском академгородке и так кандидат наук, молодой, вынужден содержать семью на 20 тысяч в месяц. Наука. Мы с Геннадьем Андреевичем работаем в комитете по науке и наукоемким технологиям, там же работает наш коллега Жирос Иван Чалферов. И по программе развития науки и технологий на следующий год, это базовый документ, по которому идут расходы на науку, снижение почти на 23 миллиарда рублей или на 12,5 процента. Опять-таки, с учетом инфляции, это никак не меньше 20 процентов. И еще при этом только что в Госдуме прошло сокращение бюджета текущего года по ряду направлений. Там на науку тоже сокращения были достаточно значительные. По другим программам, связанным с наукой, тоже имеет место сокращение. Сократятся расходы на прикладную науку. 7,5 миллиардов предлагают нам на следующий год утвердить на это направление. Хотя, и конечно, это тоже не будет способствовать ни импортозамещению, ни развитию новых технологий. Хотя, конечно, в России еще есть предприятия, которые способны обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. Это подтвердил визит Геннадия Андреевича и целой команды наших товарищей не так давно в нашу северную столицу, посещение Кировского завода, где при всех трудностях команда смогла справиться с решением очень сложных задач и производит по-настоящему конкурентоспособную продукцию, которую можно продавать не только здесь, внутри страны, но и за рубежом. Комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям в минувшую пятницу проголосовал за то, чтобы не утверждать, предложить Государственной Думе не утверждать бюджет в предложенном правительственном виде. Но вообще нужно сказать о том, что, конечно, можно было бы и кое-какие другие средства более рационально использовать. На восстановление библиотеки «Инионран» предполагается затратить в следующем году почти 20 миллионов рублей. А это результат бесхозяйственности господина Пивоварова, который допустил гибель этого уникального центра хранения важной научной документации. А поскольку господин Пивоваров известен своим антисоветизмом, то уместно здесь вспомнить и вторую проблему социального раскола в современном обществе, проблему идеологического свойства. То, что на фоне подготовки к столетию Великого Октября будут попытки гнать очередную волну антисоветизма и русофобия, партия просчитала еще в начале этого года и устами своего лидера выступила с обращением к гражданам страны против такого рода проявления. Мы, к сожалению, не ошиблись в своих прогнозах. 15 августа Медведев подписал правительственную концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В сентябре на такого вот рода пресс-конференции мы говорили, к чему это приведет. И действительно, пошагово мы наблюдаем в течение двух месяцев последующих всплеск антисоветских инициатив, в том числе инициатив законодательных. 16 сентября в ЗАГСобрании Санкт-Петербурга появилась инициатива яблочников о борьбе с реабилитацией сталинизма. Затем Добрынин, член Совета Федерации, аналогично предложил. Теперь вот в октябре уже депутаты Сунинградской области. В Артельске Медведеву предлагаю 7 ноября учредить день памяти династии Романовых, что вообще полным абсурдом является, потому что династия Романовых пала не в октябре, а в 17-го года, а в феврале. Но тем не менее, факт остается фактом, идет целый вал тех инициатив, которые и на уровне идейном, на уровне идеологическом носят в социальный раскол общества и возбуждают те споры, которые страна уже прошла в свое время. Мы категорически против такого рода вещей на 7 ноября готовим целую акцию, целую серию акций, демонстраций, митингов, которые пройдут по всей территории Российской Федерации. В Москве мы всех приглашаем к 12 часам на Пушкинскую площадь, откуда начнется шествие, которое продолжится за тем митингом. Мы готовим эти акции большой командой вместе с нашими союзниками, с ветеранскими организациями, с движением Дети войны, с комсомолом, со Всероссийским женским союзом «Надежда России». Лозунги – это и национализация, это и переход от деградации к устойчивому развитию страны, это поддержка науки и образования, это принятие закона. У детях войны федерального и целого ряд других требований, они уже сформулированы и поддержаны широким блоком народно-патриотических сил. Все прекрасно понимаем, что одной из основных проблем современной России является несправедливое распределение национального достояния и колоссальное имущественное расслоение. И если посмотреть на проект бюджета и ту систему бюджетную, которая выстроена за последние годы, то как раз центр несправедливости переходит в том числе и с регионального уровня, с федерального уровня на уровень регионов и местного суммоправления. На протяжении последнего времени, несколько лет, серьезно уменьшается количество финансовых средств, которые поступают субъекты Российской Федерации. С другой стороны, мы видим передачу целого ряда полномочий. А как следствие, это закредитованность бюджетов, только по итогам этого года сумма составила более 2 триллионов рублей и необъективное распределение доходов. Вот КПРФ всегда выступала за то, чтобы максимальное количество средств, примерно в пропорции 70 на 30, находилось на уровне субъектов Российской Федерации и местного суммоправления. То есть там, где непосредственно развивается производство, там, где непосредственно создаются рабочие места, там непосредственно, где живут люди. К сожалению, даже в бюджетном кодексе пропорции 50 на 50 она не соблюдается. Вот по итогам прошлого года эта пропорция примерно составляет 67 на 33 в пользу распределения федеральной центра. А дальше идет поддержка регионов. Что происходит на региональном уровне? На региональном уровне, фактически, в условиях кризиса, несмотря на заявляемые правительством меры, но антикризисная программа фактически не реализуется. Вот мы действительно были недавно в Ленинграде, в Ленинградской области. Ленинградская область одна из таких, ну, ресурсно возможных для своего развития внутреннего. Так могу сказать, что только по итогам этого года налог на прибыль от предприятий там сократится примерно на 16% и бюджет недополучит около 4 миллиардов рублей. На 40% падает базовый сбор налогов, а по прогрессивной, по шкале, значит, упрощенной системе. То есть что? Фактически останавливается развитие малого бизнеса, семейного бизнеса, то есть фактически мы получим огромное количество безработных и разорившихся людей, которые за счет малого бизнеса обеспечивали свою семью. Ну и необходимо, конечно, понять, что вот это вот нежелание обращать внимание на поддержку регионов это удар фактически по социальной стабильности регионов. Действительно, больше всех страдают в нынешних кризисных условиях старшие поколения, пенсионеры и молодежь. Вот вопрос молодежной политики для партии, поддержки молодежи является одной из ключевых. Мы недавно провели плену центрального комитета, где приняли молодежную программу партии. Наша партия реализует целый ряд крупных федеральных проектов, которые получили колоссальное звучание по всей стране. Это в первую очередь проект «Знамя нашей победы». Только по итогам прошлого года прошло более 7 тысяч уроков и мы продолжаем эту работу. Недавно в Ленинграде прошел большой форум, где присутствовали школьники и студенты и представители учебных заведений. Эту работу мы будем продолжать. Один из крупных партийных проектов – это проект «Земля талантов», когда на протяжении целого года дети из малообеспеченных семей детских домов проводят конкурсы по регионам, федеральных округах. И здесь, в Москве, мы подводим итоги, поддерживаем этих ребят. И многие ребята, не имея возможности поддержки со стороны органов местного управления и родителей, развиваются в творческом плане и участвуют в крупнейших российских конкурсах. Мы продолжаем лучшие традиции пионера и комсомола. Ежегодно проходит акция «Комсомольское лето». В этом году более 40 комсомольских и пионерских лагерей по всей стране прошли. Молодежные смены, развивается студенческое строительное движение. Мы считаем, что лучшие традиции советского комсомола, а мы недавно отметили юбилей комсомола, должны развиваться. И мы все сделаем, чтобы и пионерские организации, и комсомольские развивались в Российской Федерации. И именно та база, которая есть у нашей партии, воссоздавшей пионерское и комсомольское движение, уверен, будет востребована в нашей стране. Как сказал Геннадий Андреевич, ключевой лозунг, который партия отстаивает, это развивать, а не воровать. И мы сторонники подлинного национального единства, то есть и с предстоящими датами. Вот Центр Центра и политической культуры России завершил недавно исследование. По каким вопросам у нас в стране подлинное национальное единство? Я в данном случае обведу законодательные и программные предложения КПРФ. Рейтинг этих поддержки и инициатив от 85 до 95% граждан. То есть это подлинное национальное единство. Первое. Закон, чтобы каждому гражданину в РФ принадлежала доля в национальных богатствах, не в золото, и он должен получать свою часть доходов. Это один из лозунгов, который партия выдвигает в ходе всевозможных выборных кампаниях. Закон о пересмотре итоговой приватизации и необходимости национализации ключевых отраслей, стратегических, подчеркиваю, ключевых стратегических отраслей. Поддержка на уровне тоже 95% у граждан. Прекращение произвола владельцев сетевых гипермаркетов и ограничение государства до 10% наценки на товары первой необходимости тоже примерно такой же. Замораживание тарифов на ЖКХ тоже национальное единство здесь. Закон об уголовной ответственности чиновников за незаконные обогащения 97%. Льготы для детей войны 85%. То есть это те вопросы, которые партия будет отстаивать и отстаивать на своем законодательном уровне и те, которые, мы надеемся, будут рассмотрены в том числе и в послании президента. Именно по этим вопросам национальное единство и национальный консенсус существует. А теперь по предложениям, которые уже внесены в Государственную Думу, я просто хочу сказать, что да, следующий год он выборный. Нас ждет, помимо выборов в Государственную Думу, 43 крупные компании, это 38 регионов, это 38 парламентов региональных, 5 губернаторов, 11 парламентов столиц, субъектов федерации, 49 миллионов граждан. То есть, по сути дела, у нас для 49 миллионов граждан будет несколько типов выборов. Значит, но это не значит, что мы только подгадываем наши инициативы под выборы. Многие из них, как вы понимаете, партия внесла еще задолго. Так вот, ключевые законопроекты в развитии того, что сказал Геннадий Андреевич. Ключевые в системе антикризисных мер законопроекты о переходе к государственному планированию и социально-экономическому развитию. Мы вам раздадим презентацию по всем этим законопроектам. Здесь ядро. Активизация государственной промышленной политики, меры господдержки роста национальной экономики и госпланирования, то есть введение института госпланирования национальной экономики, изменение временного правового статуса Центрального банка, чтобы он отвечал за социально-экономическое развития, дополнительная соцподдержка населения и меры по защите финансового рынка страны. В этом законопроекте партия продолжает активно обсуждать этот законопроект в Государственной Думе. Следующий законопроект, который внесен в Государственную Думу, это дополнительная федеральная социальная доплата к пенсиям. Мы призываем поставить все с головы на ноги. Ключевой показатель не индексация 4, 11 или 12% пенсий, к уровню инфляции. А ключевой показатель, это чтобы пенсия составляла 50% среднемесячной номинальной очисленной заработной платы. И под это дело, пожалуйста, подстраивайте вот этот конкретный показатель. Не мифические 4%, а вот в регионе номинальная очисленная зарплата такая, пожалуйста, увеличивайте до этого уровня гражданам пенсии. Этот законопроект сейчас направлен на заключение правительства, фракции подписалось под ним более 20 человек, и мы надеемся, что он тоже, он, кстати, требует не больше средств, чем то, что правительство предлагало, должно по индексации выделить. Поэтому и источники у нас здесь прописаны. Следующий вопрос, который волнует жителей больших городов, это согласование проблем платных парковок. Не буду долго останавливаться, все понимаем, насколько эта тема больна и остра. Геннадий Ильич уже говорил о нашем законопроекте, о государственном софинансировании капитального ремонта. Не может быть в проекте бюджета статья на ЖКХ 80 миллиардов рублей. Извиняюсь, потери от неквалифицированного управления ЖКХ примерно такие же. Если это останется, то нас ждет коммунальный коллапс. И государство обязано, и мы будем при бюджете вернуться в сферу и капитального ремонта, и ЖКХ. Мораторий на рост тарифов ЖКХ до конца 2016 года. Законопроект был внесен в Государственную Думу. Уже его проголосовали, но мы будем наставить, чтобы он действовал с 2016 года и повторно будем вносить. Геннадий Ильич говорил о законопроекте о передаче санкционных продуктов малоимущим. Это тоже у нас внесено. Мы настаиваем, чтобы он как можно быстрее был внесен. Не должно быть так, чтобы качественная хорошая еда уничтожалась. Она должна быть передана малоимущим. По законопроекту о детям войны мы надеемся, что в ближайший месяц пройдет его рассмотрение. Также нашли источники. Поправки в закон о торговле, об ограничении произвола гипермаркета владельцев этих всех сетей тоже внесен. Прогрессивная шкала налогообложения. При всех антикризисных мерах у нас правительство ничего не говорит об прогрессивной шкале налогообложения. Зюганов, все депутаты фракции нашли правительство, где найти недостающие триллионы. Они лежат на налогообложении всего лишь дополнительного одного миллиона человек. Неужели мы не сможем собрать налоги с одного миллиона человек спербогатых для обеспечения необходимых нужд? Реализация конвенции, 20-й статьи конвенции о коррупции. Мы предлагаем, чтобы в законодательстве была внесена норма о том, что превышение у чиновников расходов над доходами уже является основанием для возбуждения соответствующей проверки. Не господин Сердюков должен возбуждать дело против Васильевой, как в действующем законодательстве, а соответствующий прокурор. Это его обязанность. К сожалению, сейчас в законодательстве этого нет. Проект об установлении МРОД не ниже прожиточного минимума. Это позор. До сих пор в Российской Федерации этого законопроекта нету, и мы его внесли. Дмитрий Георгиевич говорил об проблеме задолженности. Антиростатический закон тоже внесен, лежит рассмотрение, и мы здесь настаиваем. Но не может так быть, чтобы 2 миллиона человек были должны под 730 годовых. 2 миллиона человек сегодня должны банкирам, этим микрофинансовым организациям, кредиты возвращать под 730% годовых. Это запредельные вещи. Ну и поправки закона здравоохранения, о учреждении стандартов, не снижаемых расходов на здравоохранение и национальный план здравоохранения. Вот это та повестка дня, которую мы отстаиваем в Государственной Думе, с которой мы идем на всевозможные выборы и будем продвигать эти вопросы.